всем здравствуйте меня зовут касаткина инесса викторовна я ветеринарный врач-кардиолог эксперт ультразвуковой диагностики и лектора образовательных программ и сегодня мы начинаем с вами очень интересный курс но одновременно и сложный поставьте пожалуйста в чате цифру 0 если с нами студенты ну то есть либо вы еще учитесь ветеринарном вузе либо только закончили и планируете развиваться в кардиологии то есть именно студенты которые еще не врачи терапевты поставьте цифру 0 если есть такие и цифру 1 внимание любые врачи не кардиологи ну то есть вы врач любой специализации и планируете развиваться в кардиологии познаете основы и кг вместе с нами сегодня начинаем коллеги кто подключился жду ваших ответов в чате значит врачи кто не кардиологи и цифру 2 врачи которые уже кардиологи начинающие может быть уже самостоятельно ведете прием но вам не хватает знаний по икг разобраться нужно какие-то сложности так вижу отлично у нас сегодня кардиологов много будет хорошо и тогда наверное уточняющий вопрос потому что мы все равно будем касаться с вами базы поставьте плюсики кто ранее проходил какие-либо курсы по икг неважно это очно заочно просто какие-то лекции ну то есть каком-то формате проходили курсы икг поняла вас вижу ответы хорошо ну тогда будет нам вдвойне интересно потому что у нас помимо теории сегодня будет и практические задания вот но все равно мы идем соснов поэтому перепрыгнуть никуда не сможем курс был нацелен как раз для врачей любой практики и даже для студентов которые планируют развиваться с кг то есть будем начинать самых самых основ ну и коротко обо мне на слайде кто меня не знает мои года так скажем практической деятельности когда я развивалась как врач врач терапевт врач узи кардиолог лектор точно и онлайн курсов ну и в том числе ну кроме практики то есть тут я с удовольствием с вами поделюсь опытом и самое главное если у вас какие-то вопросы по ходу лекции возникают чтобы мы с вами успели все по времени вы по возможности пишите во вкладке вопросы справа вот если какие-то комментарии и ответы на мои вопросы которые я буду задавать по ходу лекции то это просто в общем чате будем друг друга поддерживать не стесняемся вы вместе пришли сюда с вами учиться и развиваться ну и давайте начнем конечно же с литературы потому что многое что изменилось за годы добавилось то есть когда-то мы начинали с больше основ как по эхо кардио электрокардиограмме по у собак у собак как вы видите слева этот источник тоже несколько наших авторов и ведущих кардиологов россии участвовали в этом издании вот слева это 2005 год и сейчас так скажем наша настольная книга это вот по центру голубая и красная выбирайте любую как которую сможете достать в первую очередь это 2009 год голубая и 2018 год красная чем заметны эти издания ну во первых они на русском языке то есть они в доступе удобно и печатном и в онлайн формате если вы найдете и это шикарные наши кардиологи точнее не наши а именно иностранные коллеги вот но в переводе с нашими ведущими кардиологами ветеринарными аритмологами которые помогали также издательстве этих книг для чего они нужны потому что мы понимаем с вами что каждый и когда случай он уникален и невозможно все рассказать и показать и когда вы работаете вы встречаете настолько разные и сложные случаи и этом книга вам поможет как вот как я сказала настольная то есть у вас должно быть базовое представление о кг и когда уже вы чувствуете себя уверенно но бывают сложности вы всегда можете обратиться и посмотреть на какие-то похожие клинические случаи может быть коллеги как раз раза разбирали такой как ваш вот поставьте цифру 1 в чате кто из этих вот двух книг может быть уже знаком пользуется периодически вот если нет очень рекомендую действительно как настольную книгу вот в чем разница это изначально основной автор сантилии роберто сантили наш известный итальянский ветеринарный кардиолог вот и второе здание это женса авторстве доработанные синие издание то есть так скажем если у вас нет синей книги тогда уже удобнее будет вам найти красное издание потому более последнее переработаны добавлены какие-то еще моменты также по холтеру и так далее дополнительные источники использовала справа тоже указаны в нашем курсе ну и конечно же мы всегда обращаемся к статьям каким-то новым исследованием особенно если мы говорим про препараты которые участвуют антиоритмики и здесь нужно всегда разбираться потому что каждый случай особенный и мы с вами будем учиться это делать так коротко вспомним проводящая система сердце это анатомия физиология да мы проходили с вами еще в университете но самое главное мы должны запомнить разницу что по типам ткани в сердце так сейчас извините пожалуйста у меня тут узловая то есть клетки с автоматизмом или они же водители ритма и проводящие клетки обеспечивающие распространение импульса и сейчас смотрим справа и вспоминаем какие у нас основные узлы по анатомии мы должны знать и конечно же это самый главный в правом предсердии так сейчас у меня курсор проверю что работает если курсор будет не видно или запаздывать пожалуйста напишите потому что в дальнейшем не тоже надо будет показывать вот сейчас пока скажем тренировочный момент что у нас все равно в рабочем состоянии сильно от реальный узел либо синус синусовый узел также вы можете это все синонимы самый главный самый мощный по ним подробнее поговорим дальше импульс будем искать ватрио-вентрикулярном узле распространение на пучок гиса и левая правая ножка это все схематично потому что у млекопитающих может немножко отличаться плюс-минус вот эти отцепления ножек у собак тоже описаны там различные примеры но самое главное это помнить именно по старшинству так скажем эти все градиенты кто кому что куда передает но и анатомически это важно также держать в голове так как если мы смотрим не только и когда конечно же для подстановки диагноза но и эхо кг и видим какие-то локальные изменения стенки миокарда утолщение либо истончения наоборот то более очевидно потом найти уже какие-то патологии на и кг то есть это учитываем всегда конечно совокупности всю диагностику и не забываем подходить к вопросу комплексно ну и соответственно весь остальной проводящие система желудочков мы так сказали уже извините там ножка волокна буркине и рабочий миокард уже это отдельные клетки которые мы будем тоже разбирать а тут схеме еще отмечены проводящие пути физиологические патологические сегодня мы только говорим про норму поэтому вот эти вот дополнительные какие-то пучки которые бывают их разные там виды названы по именам врачей и профессоров кто их отметил это чаще всего врожденные патологии они могут вызывать дополнительные прохождения импульса не так как должно быть в норме поэтому здесь вот то что отмечено зеленым это наши основные проводящие пути которые мы с вами помним и знаем что касается именно особенностей было различие были различные исследования по собакам больше больше по собакам и достаточно давно различные диссертации и как раз обращали внимание на различие я сказал только что от других млекопитающих в том числе человека вот и если мы посмотрим то особенность в принципе понятно когда отре вентилярный узел собаки в сто процентов случая будет располагаться в треугольник коха то есть тут как бы все в одном месте не нужно его где-то отдельно искать и это для нас хорошо потому что многие моменты изначально были взяты из человеческой медицины в том числе авторы которых я вам показывала роберто сантили он очень много брал моментов из человеческой медицины ну как указано в его статьях его издания вот поэтому здесь как раз нам это помогло если какие-то анатомические особенности схожи то вы также можете и иногда пользоваться и медицинскими зданиями в помощь то есть это имейте ввиду особенно если мы говорим про собак различают три формы ветвления левой ножки пучка гиса на любой части собак встречается рассыпная форма с тремя магистральными ветвями вот ну здесь схематично справа тоже можете посмотреть как может разветвляться для примера вот задние нижние ветви левой ножки пучка гиса здесь вот например то есть по сравнению с предыдущим мы видим здесь вдоль стенки идет но это потому что общий такой пример для млекопитающих а здесь могут быть небольшие вариации ну и если мы говорим про синусный и отравентрикулярный узел в общем коррелирует с весом животного также указано что длина желудочковой части и пресердно желудочкового пучка может коррелировать с весом животного и не зависит от возраста и пола то есть это тоже такая особенность которую мы должны понимать более подробные разборки проводящие системы собаки на слайде здесь бы я хотела наверное обратить ваше внимание на особенности перехода из синусного узла в антре вентрикулярный то есть в нормальном прохождении не должно быть никаких дополнительных путей то есть полностью до возбуждение прошло по предсердиям она четко собирается в атре вентрикулярный узел то есть схематично вы также это все видите и если прям интересно будет гистологически разобраться и идут не гистологически это очень хороший такой схематичный пример как раз из одного из литературных источника но он показывает насколько вот эта четкая структура когда есть переход фиброзный скелет мембранозная перегородка мышечная перегородка норме какой-то левый импульс не может захотела там сердце хаотично сократиться и обойти основные вот эти вот узлы вот то есть как раз в этом и особенно что здесь переход четко идет о структуре к структуре и вот эти вот отличия вы можете конечно еще где-то встречать но здесь больше занимается этой подробной анатомической особенностью по видам животных в том числе и кардиохирурги кто занимается с кардиостимуляторами то есть здесь конечно нужно это более детально знать ну для нас мы с вами повторили чтобы в первую очередь помним и так по порядку мы с вами вспоминаем когда у нас и стала предсердий и желудочков и общая диастола до когда расслабление камер и соответственно слева вы видите схему когда происходит работа сина от реального узла он генерирует импульс который перемещаясь по мышечным клеткам вызывает сокращение предсердий и далее уже как мы с вами посмотрели по схеме импульс задерживается на определенное время в вентрикулярном узле чтобы желудки получили кровь из предсердий и импульс дальше покидает а в узел везде нас будет где-то сокращение знаете а в узел и спускается пучок гиса далее разделение на ножки гиса и продвигаясь дальше импульс доходит до конечных ветвей волокон пуркинье что вызывает сокращение желудочков так коллеги я извиняюсь у меня просто периодически скорость интернета сейчас подвисает поэтому я буду включать выключать камеру но главное чтобы у нас хороший звук и соответственно справа для нашего напоминания в какие периоды сокращения это важно проводящие точнее не сокращение а в какие периоды работы проводящей системы происходит систола предсердий это сокращение предсердий открытия вентрикулярных клапанов наполнения желудочков закрытия полу тебя клапанов и, соответственно, по систоле желудочков, расслабление предсердий, закрытие отревентрикулярных клапанов, сокращение желудочков и открытие полулунных клапанов. И фаза покоя, когда мы не будем видеть никакого движения по ЭКГ, уже так спойлер сразу напоминаю, это во время диастолы, то есть расслабление камер. Стараюсь всегда приводить функции сердечной мышцы, несмотря на то, что это тоже наши базовые знания и это физиология, но некоторые особенности все равно забываются, когда ты работаешь на потоке и можно что-то пропустить. И здесь важно помнить, что кроме сократимости и возбудимости и проводимости, сердечная мышца отличается тем, что имеет автоматизм, то есть способность генерировать электрические импульсы без внешних стимулов. И при этом мы видим ритмичное сокращение сердца и можем это уже дальше использовать в дальнейшей диагностике. И те особенности, функции, про которые мы будем говорить немножко подробнее, как рефрактерность, это период невосприимчивости к новым стимулам после сокращения, то есть временное состояние невозбудимости ткани. Здесь мы тоже немного позже остановимся поподробней, но самое главное, эти такие основные функции, конечно, есть еще метаболическая функция, адаптация к нагрузкам и так далее. Но мы с вами как кардиологи или будущие кардиологи держим эти функции все в уме. Что касается в общем про электрокардиограмму. Мы знаем про электрическую активность сердца и как раз вот ЭКГ это зарегистрированная с помощью преобразующих приборов электрическая активность сердца, которая проявляется в колебании разности потенциалов, тут уже немножко нужно будет тоже остановиться, возникающих в результате прохождения импульса по проводящей системе сердца и последовательного процесса деполяризации, реполяризации миокарды. То есть мы с вами так поступенчато вспомнили проводящую систему сердца. Дальше попробуем разобраться, что касается трансмебранного потенциала, где в какой период происходит деполяризация, реполяризация миокарда, чтобы нам было с каждым разом легче и легче понимать, почему... Расстотельный потенциал. Расстотельный потенциал. Расстотельный потенциал. Расстотельный потенциал. Расстотельный потенциал. Расстотельный потенциал. Продолжение следует...